Дорогие соотечественники! Вот и настала пора выборов. Запомните, вы не электорат, не машина для голосования. Вы люди, граждане своей страны, которые сознательно делают свой выбор. И вот этот выбор часто затушевывается всеми предвыборными баталиями, вахханалиями, сливами информации и всякой вещью. А кто с кем? А кто кому чего? А кто за кем стоит? И люди забывают, что главный наш выбор – это выбор пути, пути в будущее. И вот тут мы приходим к самому главному. А какой путь экономического развития нам необходимо избрать? Или нам вообще опустить руки и сказать, ну так что, так все украдено до нас, все раздерибаемое, смена слагаемых, сумма не меняется. Это величайшее заблуждение. Выбор есть всегда. И выбор зависит только от нас. Без экономики не бывает ничего, потому что экономическая деятельность – это основа всего. И социальной жизни, и политической жизни, которая по-хорошему должна обслуживать эту жизнь социальную и экономическую. Именно поэтому в наших передачах, в нашей авторской программе «Позиция» очень часто участвуют экономисты. Недавно у нас в гостях была Елена Горелова. Экономист Божий, милостью, с замечательным опытом государственника, практика. Вы видели ее взгляды на жизнь, на мотивацию, на будущее. Сегодня в гостях у нас ее коллега. Более того, я не побоюсь сказать, ее соавтор по проекту экономического будущего, который обсуждался уже у нас, который, более того, вошел в программы нашего развития. И этого человека зовут, вы его хорошо знаете, Михаил Пойсик. Доктор экономики, очень мудрый, очень остроумный и очень грамотный и порядочный человек. Спасибо. Спасибо за такую лестную оценку. Приятно слышать. Миша, будем говорить так, как мы давно друг друга знаем, вот так вот, в такой манере доверительной, открытой. Скажи, пожалуйста, вот что вас подвигло в эту эпоху, не веря ни во что? Когда ломались все вот эти моральные, совестливые, человеческие факторы, когда экономику нашу раздеребанивали и, кстати, продолжают. Когда идешь по Кишиневу, вот такое впечатление, что это какой-то прифронтовой город. То, что мы видим сейчас по международным каналам, не жибко большое отличие, если посмотреть. Перекопано, все перекорежено, все, я не побоюсь сказать, раздеребанено и распилено. Вот в эту эпоху, казалось, когда у многих руки опускаются, люди бегут из страны, да. И вдруг ты, Елена Горелова и вот третья... Агаркова, Елена Константиновна. Агаркова, очень приятно. Она специалист по налоговому администрированию, по налоговой системе. Это очень важно. И вот ваш коллектив из трех соавторов выступили с инициативой, которая была поддержана социалистами и обсуждена, так сказать, уже довольно широко. Что подвигло вас для наработок в этой области, для выработки вот этой идеи, концепции экономического развития Молдовы? На 17-е и 20-е годы. Я поясню, здесь проблема заключается в том, что вот каждая власть, которая приходит после очередных выборов и своих предвыборных программах, она говорит о том, что мы улучшим, укрепим, усилим и так далее. Ну вот я, например, поскольку сейчас как бы вот впереди всех, как бы сейчас идет демократическая партия, я напомню 2010-й год, когда они говорили, например, по пенсиям, о том, что они пенсии ежегодно будут увеличить на 25% и два раза в год индексировать на уровень инфляции. Дальше я не буду как бы перескать, там понятно, будут создавать рабочие места и так далее. Там очень много чего, можно почитать. То есть, когда прошло буквально год, и когда министру труда Валентине Булиги задали вопрос, ребята, вы же вот обещали, прошел год, а где результаты? Она так безоперационно заявляет, одно дело – это предвыборная программа, а совсем другое – это реалии жизни. И, в принципе, если смотреть вот те 25 лет, которые мы прожили в независимости, да, и иногда некоторые шутят, почему молодого независимого, потому что от нее ничего не зависит. Но это такая жесткая шутка, а действительно получился парадокс. Весь мир развивался, и мы это чувствуем. Мы чувствуем, наверное, потому что появились вот новые виды техники, электроники, компьютеры, технологии и так далее. Конечно, это коснулось и нас. Но если говорить о том, что сделано в Молдове, то у нас это были, по сути дела, годы не созидания, а разрушения. Ну, самый общий такой показатель – это показатель воловой внутренний продукт. Да, это в самом обычном виде – это заработная плата, это прибыли предприятий, налоги, созданные в государстве за год. Вот то, что создали. И вот он сократился на треть. Если взять 89-й год и так далее. Если говорить о сельском хозяйстве, мы объем производства в сопоставимых ценах продукции сократили в два раза. Если говорить о промышленности – на одну треть. Но при этом надо понимать, что это не та промышленная продукция, которую мы делали. Одно дело, когда вы сконструировали изделие, сделали комплектующие и собрали. Другое – когда вы отвертки и собрали его просто. А я просто хочу, чтобы телезрители понимали, что сегодня мы продукции уже издавальского сырья, который мы производим, мы более 20%. То есть нам прислали лекала, нам прислали документацию. Мы по этой документации чисто руками что-то сделали и отправили назад. А если говорить о структуре экспорта, это 28,8% в этом году уже в структуре давальской продукции. И, конечно, это очень негативно отражается и в целом на экономике нашей страны. Отразилось, прежде всего, страна стала неинтересной для бизнеса из-за той коррупции. У нас инвестиции по советским периодам сократились в пять раз. Инвестиции сократились в пять раз, да. Ну, если так, уровень к 1989 году – 21%. Осталось. Да, да, да. Если говорить, например, о объемах суммы заработной платы в покупательной способности, то это минус 10%. То есть мы сегодня получаем денег, на которые можно что-то купить, на 10% меньше получали в 89-м, 90-м году. Если говорить о пенсиях, то пенсия стала меньше на 56%. По реальной ее. Покупательной способности. Если говорить по минимальной потребительской корзине пенсионера, пенсионера, да, это всего 81%. То есть поэтому у нас почти 90% пенсионеров живут за чертой бедности. Если посмотреть в самую общую корзину потребительскую, да, там мизер. Самое-самое что-то. И даже это, мы видите, мы не покрываем. То есть вот к чему пришли. Можно задать такой вопрос? Чтобы понять то дно, ведь чтобы оттолкнуться, надо понимать, от чего мы отталкиваемся. То есть есть еще один важный аспект. Когда Аристотель вводил в употребление слово экономия, да, речь шла, грубо говоря, об экономике домохозяйства, да. Хозяйство. Экономика – это хозяйство, они, да. Да, совершенно верно. Отсюда это древнегреческое слово, да. И вот возникает вопрос. Всякая семья чего-то зарабатывает и чего-то тратит, да. По аналогии, если представить, что вот наша страна – это огромная, как бы, семья, которая что-то производит, что-то получает замены, что-то тратит, да. То есть это какой-то баланс есть, приход, расход. То возникает вопрос. Если, вот как совершенно ты правильно процитировал все эти статистические данные, привел, вот, которые, безусловно, показывают то дно, в котором мы оказались, но возникает вопрос. Значит, если по производящей, грубо говоря, части нашей экономики всего ничего, то за счет чего мы тогда живем? За счет каких поступлений? Это что за чудо такое? Страна мало чего производит, и тем не менее. И вот один умник мне, я помню, когда-то меня спросили насчет положения в стране и все такое, и один умник мне с таким поучительным, значит, послал, значит, коммент такой. У нас же все специалисты во всем. Господин профессор, а вы должны были бы знать, что в этот самый воловой национальный продукт входит не только там производство товаров или еще чего-то, но и услуг. Я говорю, ничего себе, парень, ну ты и мыслишь. А как разница между экспортом и импортом? Это как? Отменено, что ли? Как ты можешь? Да я могу внутри домохозяйства перекладывать эти деньги из кармана в карман, производить, кланяться, там, услуживать, но от этого хозяйства богатеть-то не будет. Важно все-таки вот это сальдо-бульдо между тем, что мы продали и тем, что мы купили. Вот как сказал когда-то этот замечательный физиократ, умнейший Кальбер, вот кто помнит вот эти перипетии трех мушкетеров, когда появляется этот титан, эта тумница, министр и финансист, и экономист при дворе Людовика, когда он говорит, говорит, богатеет только то государство, которое продает больше, чем покупает. И вот такой вопрос, что мы еще как-то держимся. А что же мы поставляем, что мы продаем, что мы производим на выходе из нашей страны, если производства у нас никакое, там, вот, не знают, куда яблоки девать, куда, ну, что-то шьют, там, для итальянцев, еще для кого-то. Вот это для меня, как обывателя, очень важно. У нас, к сожалению, у нас самая главная статья экспорта, которая приносит, казалось бы, самый большой доход и подпитывает нашу экономику, это экспорт рабочей силы. То есть страна... А можно еще круче сказать, что это экспорт человеческого капитала? Правильно, абсолютно верно, вы сказали. То есть это честный потенциал, который мы из последних сил, мы самая бедная страна в Европе. И вот почему не просто бедная, а беднейшая, в мире есть такая классификация, что если меньше 2000 ВВП на человека в год, да, доллару, то это считается очень бедной страной. У нас в прошлом году 1857 долларов на человека. То есть здесь мы ниже планки. Да, ниже плинтуса. Теперь вот представьте себе масштабы, насколько мы выталкиваем людей. Я эти цифры уже неоднократно называл. Значит, примерно треть занятых у нас в прошлом, она выехала, да. Причем, если говорить по возрастному составу, то в возрасте до 45 лет это каждый второй, чтобы было понятно. Значит, а присылают у нас пик... То есть каждый второй до 45 лет. До 45 лет уже покинул... Да, 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 работает там. И у нас пик поступлений от наших соотечественных биржа, это те деньги, которые мы видим в сальдо валютных касс, покупка, продажа иностранной валюты, и плюс просто депозитов физических лиц в иностранной валюте. Он составил в 2013 году, это был пик 2,8 миллиарда. Вот представьте себе, люди заработали деньги там, за рубежом, да. 2,8 миллиарда. Да, да, да. Два у них стебли. Нет, сейчас они потратили на свое проживание, будем так говорить. Нет, ну я сейчас еще, еще плюс тырили. Да, да. И прислал сюда, то есть они попали сюда. Это на треть больше, чем фонд заработной платы во всех секторах экономики. Парадоксально, да? Еще раз. На треть больше, чем фонд заработной платы во всех секторах экономики. Это считает теневой сектор и так далее, все это вместе. Значит, сейчас, к сожалению, вот эти последние два года, это отдельный вопрос, они упали в эти поступления в два раза. Сейчас миллиард 400. И вот, собственно говоря, вот тот миллиард, который украли, это несло, будем говорить, непоправимый ущерб. Миш, переби на секундочку, чтобы уточнить. Умные люди говорят, что миллиард, который украли, это то, о чем там юриспруденция говорит, там и пропаганда и так далее. Но ведь на самом-то деле, если мы навешиваем этот долг на государство, то есть на всех нас, у нас же вроде как уводят еще тарифы и прочее. У нас еще один миллиард уводят, я цифру 2 назвал не случайно. Нет, 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 вот я сейчас объясню тогда, просто здесь манипуляция. Откуда взялся миллиард? Так. Значит, каждая страна, каждый гражданин имеет какие-то резервы. Он хранит в банке, мы храним их в валютных резервах в Соединенных Штатах Америки в виде ценных бумаг. Значит, вот там у нас были валютные резервы, из этих валютных резервов их обналичили, то есть забрали оттуда. Которые, я помню, насколько я помню, Толмач и Воронин собирали эти резервы. По крохам. По крохам, да. Дело в том, что мы должны иметь резервы не менее трехмесячного объема импорта, покрывать. У нас было чуть больше. Значит, но теперь получилось что? Что оттуда вытащили этот миллиард, вытащили миллиард, да, и он ушел. То есть это по сути дела, вот мы держали деньги в банке, да. А у нас их стыбрили. Стыбрили с банка. А мы-то понимаем, что нам надо жить дальше, и без копейки денег нельзя жить. Поэтому народ почему? Он должен этот народ из своего кармана этот миллиард вернуть. Да. Вернуть. Вот, чтобы было понятно. То есть как бы здесь, ну, как-то здесь нельзя не сказать, что, обратите внимание, что все посадки, все привлечения к ответственным лиц, которые сегодня привлекаются, ни одно из них, прошло два года, 25-26 ноября будет ровно два года, как произошла эта кража, ни один человек не привлечен к ответственности. То есть по другим эпизодам, справедливо, не справедливо, это вторая сторона вопроса, пусть как бы правовые органы разбираются. Но обратите внимание, никто оформлял эти кредиты, никто выводил деньги, никто прислял. И никто подписывал. Так я об этом говорю. И сейчас мы видим... И кто получил компанию. Внимание, и сейчас из тех, кто это подписывал, они в виде ангелочков на экранах телевизора в эпицентре избирательной компании. И я просто... Я имею в виду и госпожу Майю Санду, и господина Юрия Лянко особенно. Я просто хочу знать, чтобы просто было понятно, почему именно, я подчеркиваю, это преступники, которые подписывают документы, некоторые говорят, они не знали, их застали. Да, да, да. Вот вы едете за рулем автомобиля, едете с начальника, начальник говорит, едет на красный свет. Вы проехали на красный свет, наружу правила, кроме того, вы еще совершили какое-то дорожно-транспортное происшествие. Что, у вас будет оправдание для вас перед полицейским о том, что вам начальник сказал? Так вот, в банковском деле, в банковском деле есть регламенты, которые утверждены национальным банком, и, соответственно, в более жесткой форме не утверждены коммерческих банков, где запрещено в одни руки давать при любых обстоятельствах, кто бы не сказал, больше 15% от собственных средств банка. Значит, это для банка с начала, туда в конечном итоге, оттуда уходили деньги, это 70 миллионов, а они пяти фирмам в течение этих двух дней выдали 13,3 миллиарда. Понятно, да? То есть, они вышли из банка с начала, все, кто в этом принимал. То есть, запрет был нарушен, как говорится, самым категорическим образом. Эти деньги прошли из Национального банка, потому что расчетно-кассовый центр автомобильной системы межбанковских платежей, он прошел через них, те тоже видели, то есть, все это знали. Дальше. Сегодня признано, что те компании, которые получали кредиты, они получили по судилам по подложным документам. То есть, кто-то слышал, чтобы объявили руководителя компании, главного бухгалтера компании, которые... Привлекли, да. Хотя бы объявили в розыск международный и так далее. То есть, я отчеркиваю, что от руководства компаний до рядовых клерков банка и руководства банков, Национального банка и так далее, никто не привлекается... Вот это как бы принцип... Спроса ни с кого нет. Нет. Почему? Потому что, если начать брать, то мы невольно выйдем на тех, кто организовал эти схемы, кто как бы до самого верха. Не для того воровали, чтобы их вернуть. И так с нашими вот этими валютными запасами произошло... Просто миллиард украли. Валютный резерв. Теперь вопрос заключается в чем? Что было понятно, логика вот той программы и идеи. То есть, откуда вы отталкиваетесь в ваших дальнейших... Прежде всего, любое производство, любое производство, оно эффективно, независимо от производства любых услуг, IT-технологий, или это производство стола, стулья, машины, оборудование и так далее, оно имеет смысл, если есть кому продать, и если это производит, дает прибыль. То есть, оно должно давать прибавочную стоимость. Для этого, прежде всего, надо создать в системе государства ту систему управления, регулирования бизнеса, которая способствовала бы этому, с тем, чтобы инвестиции отсюда не бежали, а наоборот сюда шли. И второе, надо иметь... То есть, атмосферу, климат надо создать, да? Да, 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 да. Раз. И второе, надо иметь, кому продавать. И рынок сбыта. Да, да. И логика нашей программы, которую мы разработали, надо им запрещать. То есть, мы сначала рассматриваем систему управления, взаимоотношения государства, бизнеса. То есть, программа ваша одобрена социалистами, да? Да, 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 да. Она одобрена социалистами, она была презентована 13-го... Расскажи немножко про это. Потому что наши телезрители, они все следят. Да. У нас больше люди смотрят. Мы еще не кущенец, и никто кому какую там избирательную хохму. И люди иногда за этим флером, за этой ерундой, не понимают, что есть вещи, которые касаются фундаментального в их жизни. А это экономика. Вот, значит, чуть-чуть расскажи, как это обсуждалось, как это, ваша идея. Да, это презентовалось на партии социалистов. Они взяли это как бы свое, потому что там окончательно редакция это принимала уже как бы и Гречана, и Додон, как бы, помните, корректировать. А если мы возьмем, что Гречана была лучшим нашим премьером за всю историю страны, и Додон был... Он был замечательным вице-премьером. Да, да, по экономике. Это люди, которые понимают, что они делают. Гречана, я знаю, когда она была еще начальником управления, она была замминистра промышленности и торговли. Потом она была замминистра финансов, потом министром финансов. Это человек, который очень грамотный, очень работоспособный, с которым очень легко и интересно работать. И вот эта программа презентовалась, и характерно то, что все партии, вот если посмотреть программы все выборные, которые сегодня на выборах, все идут с программкой на две, максимум три странички. Те усилить, улучшить, укрепить, и мы обязательно воров найдем и посадим. Вот как бы вот вся логика этих программ. Но проблема заключается в том, что те люди, которые это говорят, абсолютно большинство слабо представляет, как это сделать, и у них, по сути дела, нет команды. Команды, потому что это не просто, должны быть идеи и так далее. И вот мы опубликовали такую программу. Все вроде как бы знают и понимают, что надо. Проблема есть. Проблема, да. А вот как решать? Да, да. И мало того, я боюсь, что есть еще одна тонкость. Что, ну так, в общих словах, проблему все кричат, там, украденный миллиард, разваленная экономика, коррупция и так далее. Это кричат все мастера. Но вопрос, а понимают ли они глубинную суть этой проблемы? Отчего это так происходит? И как ты правильно говоришь, и что, исходя из этого, надо сделать? Вот что вы нашли? Вот глубина. Любое противоречие, как говорили классики, любое противоречие, тоже Гегель первый сформулировал. Это есть как раз там, где беда, вот там и решение. Где противоречие, отсюда мотор развития. Какое вы нашли противоречие, которое позволило вам оттолкнуться от этого бедлама и этого хаоса? Я еще раз говорю, это государственная система государственного администрирования на высшем уровне, региональном уровне. Причем я хочу сразу, чтобы любой, который сейчас слушает, он, потому что рассказать 62 страницы текста и таблиц, сейчас это... Это не нужно. Это нереально. Главное, посыл. Но может выйти на сайт социалисты МД, там есть и на русском, и на молдавском языке, эта программа опубликована, читайте, анализируйте, сопоставляйте с другими программами. Если есть вопросы, проблема заключается в том, что никто не обсуждает, это всеми средствами массовой информации, которые сегодня, будем говорить, они приватизированы, да, в самом нехорошем смысле. Все замалчивается. Все замалчивается. То есть она не обсуждается, потому что если пойти в вопрос обсуждения, то да, автоматом вылезут все эти проблемы, которые мы имеем. Дальше мы рассматриваем внешние торговые связи, налоговую политику, конечно. Там идет не только процесс сокращения налога, а и пересмотра ставок налога и так далее. И насчет налогов, если вот так мы по пунктам, ну, это как бы и вглубь суть этого всего. Налоги. Значит, налог это такая штука, очень хитрая. С одной стороны, если с налогами слабо, слабый бюджет, не на что все эти программы решать и так далее, и чиновникам нечего, кстати, кушать и деребанить нечего, не забываем про это. Далее, у нас такая ситуация, что государство вынуждено сейчас брать кредиты под очень немаленькие проценты, так сказать. Которые неизвестно, как отдавать. Да, кто будет и как отдавать. Но с другой стороны, если налоговый пресс неправильно скособочно поставленный и слишком сильный на одних, которые, кстати, и производят, и слишком слабенькие на других, которые этим всем пользуются, то это тоже как бы беда. Вот в чем вы увидели вот эту правильную балансировку? По какому пути идти? Значит, налоговая система у нас построена, к сожалению, только как фискальная политика, то есть для того, чтобы собрать налоги. Но налоговая система, если мы правильно поставили, она должна оказывать и стимулирующие действия. То есть не только быть прессом, а и быть стимулятором. Да, и быть стимулятором. Вот эта логика... Как это? Вот помнишь тот же Гегелевский, тезис синтезис. С одной стороны пресс, другой стимулятор. Где вы нашли синтезис? Он выражается в том, что там есть целый ряд налоговых льгот, есть сокращение количества налогов, там где-то на четверть почти количества налогов. И в принципе бизнес, вот налоговая нагрузка на бизнес, она в целом сократится. То есть вот та налоговая нагрузка, которая сегодня, она есть, она должна сократиться. И это будет стимулировать бизнес для того, чтобы сюда пошли инвестиции, чтобы бизнеса было выгодно производить. Теперь мы переходим как бы плавно к тому, кому продавать. Вот у нас как бы сильно демонизирует вопрос, связанный с Евросоюзом, либо наоборот с Востоком и так далее. Надо просто разумно к этому вопросу подходить. Нельзя отказывать ни одного от другого. Я просто хочу сказать, что мы, как бы вот нынешняя власть, она как бы вовсю говорит о том, что надо только с Евросоюзом, а на восточный рынок можно... А что-то туда не слышали мы, чтобы шибко много продавалось. А я вот просто назову цифры, потому что как бы все время говорят, что экспорт в Евросоюз растет, но при этом они называют проценты, но при этом они лукавят за счет чего? То есть за счет еще больше сокращения на Восток. То есть на Восток сократилось, да, в процентах вроде выросло, но в абсолютном выражении в Евросоюз идет сокращение. То есть можно так сказать, что вот на Запад течет такой слабенький ручей... Затихающий, затихающий. Да, еле-еле что-то вот там. И смотри, и чуть-чуть что-то там уровень поднялся. Нет, он опусился. А зато поток... Не, я продажи имею в виду. А продажи на Восток, которые раньше были основная масса, они резко упали. И что у нас в сухом остатке выходит? Нет, нет, нет. Они упали... Вот я еще раз подчеркиваю, что проценты в отдельном месте, они вроде бы как бы растут, а фактически не падают. Вот у нас если взять в миллионах долларов, то, что мы экспортируем... Давай проще сделаем цифры. Вот сколько у нас раньше шло продажи на Восток, экспорт на Восток и экспорт на Запад? И что сейчас? Сейчас я расскажу. Смотрите, мы берем сначала Евросоюз. Так, берем Запад. Вот, вступило в силу соглашения с 1 сентября 2014 года. Так. Четыре месяца до декабря сравниваем с таким же периодом 2013 года. Да, давай сравним. Минус 0,4%. Минус 0,4%. То есть, наш экспорт на Запад не поднялся, а упал. А сократил на 0,4%. Ага. Теперь возьмем 15-й год. А нам что говорят? Они говорят, что в процентах вырос, потому что на Восток он еще больше упал. Помнишь, кто-то сказал, есть ложь, наглая ложь, статистика. Да, да, да. А теперь Восток. Теперь берем 15-й год, чтобы было логично. А, ты по годам сейчас. Да, да. Мы сейчас пройдем всю цепочку. Теперь берем 15-й год. Минус 2,3%. То есть, если 15-й сравнить 14-й, то Евросоюз минус 2,3%. Если берем, есть данные уже 8 месяцев в Евросоюз, минус 1,3%. Ребята, где же рост? Теперь здесь один хитрый момент, чтобы было понятно, чтобы мы закончились с Евросоюзом. Что мы экспортируем в Евросоюз? Вот ту давальскую продукцию, о которой мы говорили, она в основном вся идет... Структура экспорта. Да, да. Она вся идет в Евросоюз. Практически вся. То есть, мы почти половина нашей экспорта продукции из давальского сырья. И остальная часть, остальная часть, еще добавьте сюда, примерно около трети, это чистый реэкспорт. То есть, мы взяли, условно говоря, турецкие помидоры и отправили дальше. То есть, это реэкспорт. И остается... Понятно, да? Я понял. Остается совсем немножко. Кстати, на этом реэкспорте статистику хорошо можно пузырем. Причем, я хочу, чтобы телезрители тоже здесь обратили внимание, что при том, что у нас экспорт падает, падает, а реэкспорт, реэкспорт и производство продукции из давальского сырья растет. То есть, мы все время превращаемся в такой колониальный тип экономики. Когда в метрополии является Евросоюз, а мы являемся сырьевой колонией. Теперь из той продукции, что... Но у нас же сырья-то нет, батенька. Нет, есть, есть. Сейчас объясню. Что у нас в качестве сырья? Из оставшейся той доли, незначительной, что осталось, мы две трети, это чистое сырье, примитивное, это пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи, сырые кожи. И это имеешь в виду? Конечно. И металлолом. Да, вот это две трети из оставшейся части, да. Кстати, металлолом. Что-то я не слышал, чтобы у нас добывалась руда и плавился металл. Нет, 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 это оборудование старое, понятно. Значит, теперь смотрите, что получается. И у нас говорят, вот мы увеличили экспорт пшеницы, мы увеличили экспорт... Ребята, когда увеличит экспорт Канада или когда увеличит Россия, там огромные площади земли, там мало трудовых ресурсов, и это нормально. Но у нас, когда на семью приходится 2,5 гектара по квоте, вы представьте, сколько стоит зерно и может ли человек прокормиться пшеницей. И поля стоят бурьянами. Да, да, да. А теперь из промышленной продукции, наши основные статьи нашего экспорта, из промышленной продукции. У нас всего 4 позиции, если так по большему счету. Это подсолнечное масло, это концентрированные соки, это вино и сахар. Причем вина мы примерно столько же импортируем, чтобы было понятно. Это Молдавия, в которой весь Советский Союз, Молдвинпром, заваливал вино. Да, да, да. Уже получается, что мы импортируем вина приблизительно столько, сколько продаем. У нас экспорт в Россию сократился... Поздравляю! У нас, если по вину, у нас экспорт в Россию сократился примерно в 7 раз с 2005 годом. Да, да. Значит, и в том росте, который идет в Евросоюз, он рост есть, но он настолько незначительный, конечно, не покрывает. И мы пришли к тому, что у нас сейчас долги виноделов, вот по прошлому году, 5,5 миллиарда лев, при объеме реализации где-то примерно, ну, около, чуть меньше трех. Чуть меньше. То есть, на два года продавать продукцию, никому не платить зарплату, не рассчитываться за сырье и так далее, другие затраты, тогда мы покроем долги. То есть, они в долговой яме. И убытков 175 миллионов. Опа. Понятно, да? Да. То есть, это как бы наша базовая отрасль. Вот это момент. Если говорить о тех наших традиционных, которые, яблоки, да, мы экспортировали где-то 53 там с хвостиком тысяч тонн яблок. Да. В Евросоюз 56 тонн. В этом году. Понятно? 0,1 процента. То есть, один вагон. Ага. Понятно, да? Да. У нас есть относительно небольшой там... Это так называемый ослепительный, сверкающий западноевропейский рынок. Да, да. Поэтому не надо здесь питательник. Да, мы продавали зерно. Но логичнее, конечно, это зерно, а мы в основном продаем не продовольственное зерно, фуражное, так называемое, пшеницу и так далее. Надо кормить свой скот, занять своих людей и продавать мясо, а не импортировать мясо оттуда. Вот что. То есть, к этим вопросам надо подходить логично. И вот тут мы разворачиваем нашу тему, что вы предлагаете? Да. А предлагается здесь прежде всего это индустриализация и сельского хозяйства и промышленности. Так, первое. Индустриализация. Сельского хозяйства и промышленности должна происходить. То есть, вспомните индустриальную технологию, которую мы сделали. Мы сегодня 97% молока производим на личных подворьях. У нас 42% занятых в селе производят продукцию не на продажу, а только исключительно личного потребления. И это что? Те трудовые рабочие места, которые мы мечтали создать. И у нас идет сокращение в, будем говорить, в реальности. с чего жить этим домохозяйством? Они влачают жалкое существование. И это почему сегодня на деревне вот такая острая проблема и те люди, которые производят продукцию, они уже поняли, что их завели в тупик. Завели в тупик и надо продукцию продавать. Вот это главное. То есть, мы должны участвовать в проектах как с западом, так и с востоком. Но с востоком у нас ведь надо понимать, что никогда консервы мы на запад продавать не будем. Да не едят наши консервы. Не едят. Во-первых, и не привыкли к ним, и стандарты другие, и вкусовые. Пробиться очень сложно. Вот давайте будем так говорить. Нереально. Вот смотрите. У них субсидирование, я это тоже много раз говорил, 250-350 евро на гектар, у некоторых странах 450 евро на гектар. То есть, если у нас вот этот крестьянин, бедолага, еле сводит с концами в долгах, кошелках, то их фермер государством субсидируется. Если мы хотим соревноваться с нашим сельским хозяйством с западным субсидируемым, то, конечно, ничего. Я об этом говорю. То есть, представьте себе, что вы создали технологию, построили предприятие, сельскохозяйственное и так далее, на котором производите продукцию по самому современному уровню. Но поскольку вы по субсидиям остаете более чем 10 раз, которые эти субсидии... У вас не спасут ни эти технологии, ничего не спасут. Плюс, там постоянно меняются, будем говорить, так называемые технические барьеры, то есть, условия по приему. Вот, должно быть, ферма... Хочешь задушить кого-то за души стандарта. Мы-то все мы знаем. А теперь второй. Восточный, учитывая, что у нас время... А восточный вектор... А восточный вектор, а он чем для нас интересен и так далее? Дело в том, что у них есть проблемы, связанные с обеспечением многими товарами. Мы были в кооперации, не обязательно сельскохозяйственной. У нас была и промышленная кооперация, у нас было много предприятий, которые работали в кооперации с восточными... Да, я хорошо. Что-то помню. Да. надо возрождать. Надо возрождать эту кооперацию, надо создавать рабочие места. Где вы путь видим? Помнишь, что я сказал, что первое, что вы видите, это индустриализация. Потом все остальное. Строительство... Где вы видите вот этот путь? Это и машиностроение. В чем он заключается? Это машиностроение. Это и... Машиностроение. Это и производство наукоемкой продукции по кооперации с... Во, наукоемка. ...продукции опять-таки с Востоком, да, потому что там есть интерес. И это вот те технологии, которые сегодня в России есть как бы ниши, куда можем войти. У них есть банк Евразийского Союза, который может финансировать эти проекты точно так же, как, например, и, допустим, в Западной Барке. Не только в сфере, скажем, машиностроения, наукоемких разных разработок, технологий, но еще тут вы видите источник и финансирования. Конечно. Кредитования этих проектов, в которых же Восток и заинтересован. Заинтересован, да. Но для этого, соответственно, мы должны занимать реальную, нейтральную позицию, а не становиться как бы в любом случае, где надо и где не надо, и клевать Восток, будем так говорить. Вот скажем так, что вот это русофобская тенденция, которая в Восточной Европе, вот видим, Польша, там, Прибалтика. А разве у нас нет? Не, 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 и у нас есть. Киричук, не, не, подожди. Я должен сказать, что все-таки в нашем Молдаване, вот народ наш, не очень такой по своему характеру ксенофобский, потому что простые люди, вот в селах, где, вот я в Бутученах, где там часто, люди очень спокойно относятся к национальным вопросам, к этому, очень порядочно и правильно. Вот. Я чего не могу сказать о политическом классе. Помнишь, когда ГИМПу тогда обозвал русских нехорошими словами? Вот. естественно, Дума стала на дыбы, люди обиделись, сразу у нас возникли проблемы с тем же винодельческим сектором, о котором ты говоришь, так на чей он совести, не Михаила Федоровича и таких, как он, правильно? У нас же было два эмбарго, у нас было 6-го года и было 13-го года, а потом еще в 14-м году, когда вели пошлины и так далее, импортные дали. Вот это, собственно, и добивает. Вот это грязь политики, стремление услужить к одной стороне геополитической в ущерб другой. И без понимания какой-то ущерб нанесет твоей стороне. Мало того, прекрасно Михаил Федорович все пронимал. Плевать ему на это. Ему надо было сделать политический ход, когда эти обиделись и прекратили, помнишь, с поставками винодельческой продукции, а он говорит, я же вам говорил, что они империалисты-оккупанты, вот они. Молдаване даже пить его сами. Внимание, ему в радость. И когда люди обозвали его на поблище на площади Иудой, помнишь, в Санкт-Петербурге Иудой, я могу людям только одно сказать, люди добрые, да что ж вы три раза голосовали за него, его племянничков. Извини, Миша, перебил. Значит, это одна сторона этого пути. Еще какая? Еще на что ставки можно делать? у нас идут здесь транспортные коридоры через нас, между Востоком и Западом. Логистика. Логистика, да. Это очень важные моменты. И это, соответственно, позволит создать ту базу, да, то есть мы полагаем, вот наши расчеты показывают о том, что объем промышленного производства возрастет более чем на 80%, да, это позволит примерно настолько же поднять заработную плату, повысить на 15% занятость промышленности, чтобы было понятно, да, и уже благодаря этому, благодаря этому, можно будет кардинально увеличить заработную плату. браться за сельское хозяйство после этого, да? Нет, это параллельно все делается. То есть, мы... А, понял. То есть, у вас план не такой, сначала индустриализация, потом логистика, все делается параллельно. Мы сначала делаем... Индустриализация, логистика, сельское хозяйство. Да, да, да. Это три основных направления. Да, да, да. Какое еще? А теперь мы, получив деньги, по сути дела, да, и создав рабочие места, дав людям заработную плату и так далее. Значит, мы предполагаем, что к 2020 году заработная плата вырастет примерно до 9100 леев. Это по нашим расчетам. Еще раз, до 9100 леев. Средний показатель. Средний показатель по зарплате, да. И мы увеличим где-то в 2,1 раза пенсии. То есть, это позволит тоже. То есть, пенсия... Да, это очень полезно. Это позволяет... Средняя пенсия сделает на уровне 2650 леев. 2650 леев. Средняя пенсия по стране. По стране, да. И 9, сколько ты сказал? 9100. И 9100 леев, средняя зарплата по стране. По стране. Плюс я сказал, что на 15% вырастет количество рабочих мест. То есть, те люди, которые у нас сегодня за рубежом... Где-то за рубежом. они смогут вернуться и работать. А как вы смотрите на малый и средний бизнес, за которым столько говорят, и ни черта не делают. Вот в чем логика? Мы когда говорим о промышленном производстве или развитии сельского хозяйства, это не предназначается, что мы будем строить только гиганты и так далее. Ведь есть такое понятие аутсортинг. То есть, есть крупные предприятия, при них работают малые предприятия, средние предприятия, мелкие предприятия, единичные, где один-два человек могут работать и так далее, которые работают на эти предприятия. То есть, надо создать вот такие точки роста, вокруг которых будет развиваться остальной бизнес. Остальной бизнес. И в этом еще одна из изюминок или ваших находок того, что вы предлагаете. Итак, Михаил, у нас остается всего ничего времени, но самое главное, я надеюсь, наши соотечественники, телезрители поняли. Тут ты четко обрисовал состояние, показал, почему мы находимся в этом состоянии, показал, что у вас есть не просто взгляд, а есть уже план, путь преодоления этой ситуации. программа. Выходы из этого конкретные сектора, дети, это индустриализация, это логистика, это сельское хозяйство, с другой стороны, финансовый сектор, малый и средний бизнес. И теперь последнее, скажи, как социалисты настроены, на твой взгляд? они делают, потому что это не первая программа. Безусловно. Мы делали программу. Мы заканчиваем программу, у нас выборы на дворе. Да, да, да. Значит, они восприняли это как программу своих действий, почему они презентовали, почему подключился сам Игорь Николаевич, подключился гречан, они внесли там свои коррективы. А они специалисты проверенные. Они внесли свои коррективы и это презентовалось и, как говорится, в добрый путь. В добрый путь, да. И нужна поддержка, конечно, нашей соотечественной. с тем, чтобы они поддержали и имели возможность реализовать то, что... А если кто сомневается в том, что говорилось, читайте, еще раз говорю, читайте. На самом деле еще раз сайт. Сайт социалисты МД. Социалисты МД. И там прямо с правой стороны открываете, написано программа развития Молдова на 17-20 год. Нажимайте. Дорогие, спасибо, Михаил, огромное. Все. И вам спасибо, что пригласили. Спасибо, прояснил многое на доске. Дорогие соотечественники, вот в прошлой передаче мы разговаривали с Еленой Гореловой, сегодня с Михаилом Пойсиком, с людьми, которые очень глубоко, исходя из своего большого опыта, значит, и государственного, и человеческого, понимания вот этих проблем, которые строят перед страной, из всего этого видно, что времени на раскачку, времени на вот все эти игрушки политические, все эти фокусы, какие-то партии раскалываются, какие-то там, наоборот, сливаются, объединяются, причем объединяются в такие странные химеры, типа, как платформа, да, вместе с партией, Майя, Санду, изумление, очумление вызывают порой, не логика этих всех игр непонятна для нормального человека, хотя логика понятная, борьба за власть ради власти, а вот здесь мы услышали четкую, ясную, экономическую программу выхода из тупика, более того, программа реалистичная, программа как раз исходит из всех бед, которые у нас есть, из их глубокого понимания, и программа, которая была принята социалистами и их кандидатом в президенты. Дорогие мои соотечественники, будьте бдительны, всегда поступайте так, как просит вас поступить ваше сердце, и никогда не забывайте о разуме, потому что разруха в стране, как говорил профессор Преображенский, начинается с разрухи в головах, а мы верим, что головы у нас светлые, мы сумели отстоять свою государственность, сумели отстоять свою страну, отстоим свое будущее. Желаю вам успехов, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова